Число связных компонентов. Все знают, что такое связные компоненты? Ну, это вот куски связности, на которые распадается граф, если распадается. Если он связен, тогда одна связная компонент, естественно. Значит, это у нас будет число связных, если он из одних вершин состоит, вообще, вернее, у него n связных компонентов. Компонент может состоять из одной вершины, и воспроизводится. Тогда такая вершина, кстати, называется изолин. Ну, значит, это число связных компонентов нашего графа, каждая из которых имеет k вершин и является целиком и полностью, является циклом, простым циклом. x, g это число связных компонентов, каждая из которых имеет k вершин, k это заданный параметр, фиксированное число какое-то, там, 4, например. И при этом сама вот эта компонента целиком представляет из себя ровно один простой цикл на хэдершине. Если никаких других вершин там нет, только вот многоугольничек. Такие вот многоугольные компоненты связности. Вот одна, вот вторая, с тем же количеством горшин. Здесь для примера я взял k равное 5, ну и так далее. Вот сколько всего таких компонентов в случайном графе? Предлагается найти математическое ожидание аккуратно. Тут есть своя специфика, которую надо учить. Но это абсолютно та же самая линейность. То есть принципиально ничего, но. Вы опять что-то перебираете и каждый раз тестируете. Единичка, ну и да, единичка, ну и индикатор. Там самих этих индикаторов будет, в общем-то, привычное вам количество. Другое дело, что вероятность единицы у каждого из них будет и такая, как в предыдущих примерах. А так-то перебор то же самое. Вас, вот я уверен, что вас останавливает, знаете что? Вы боитесь брать пересекающиеся множества. А это не надо бояться. Бог с ним. Понятно, что если в графе есть вот такая вот компонента, это понятно. Если есть вот такая компонента, то вот такой компонент уже быть не может. Очевидно, да? Если такая компонента есть, то такой компонента точно нет. Потому что какая-то компонента, если она к другой компоненте примыкает по общей вершине. Но вот на это никак не надо обращать внимания. Вы просто тупо перебираете все возможные подморства и тестируете их на то, какое свойство здесь написано. А про это забудьте. А умножить на n-k происходит от того, что из этих k вершин в остальные n-k вершины никакие ребра не идут. А почему n-k? Нет, сначала c из k по 2 минус k, это потому что вот на этих k вершинах, кроме k вершин, кроме k вершин, которые входят в цикл, никаких других ребер нет. Но это внутри этого множества из k вершин. А еще наружу никакие ребра нет. И в k умножить на n-k. Почему c из k вершин, потому что у нас есть цикл, но и всего ребер в цикле c из k по 2 минус k. Ну не в цикле, а на том множестве из k вершин, на котором построен цикл, вообще-то c из k по 2 может быть вершин. Но из них присутствует только k, и это с вероятностью p в k, а остальные c из k по 2 минус k отсутствуют. Ну, короче, нужно все вот это, потому что это умножить на c из n по k. Сейчас стоит полный момент, на это. c из k по 2 минус k, это просто от k по 2. c из k по 2. Это k на k минус 1 по 1. Как говорят, на немец ка по 1. вкçi отe .